Ранее я уже снимала видео с посадкой лука под зиму прямо в сидираты. Подробно останавливалась на том, какой бывает сивок и какой больше всего подходит для выращивания на луковицу. Но сегодня я буду высаживать крупный сивок на зелень, а заодно снимать видео и делиться с вами самим процессом. Итак, в самом начале напомню, что к подзимней посадке на луковицу подходит самый мелкий сивок, то есть овсюшка. Именно такой лучок не стрелкуется. Если же такой лук посадить с перспективой на перо, то он даст очень слабенькую мелкую зелень. А вот с крупного сразу пойдет полноценное перо, так как сама луковка имеет высокий запас пластин, которые образуют перо. При этом, опять же таки, если посадить под зиму такой крупный сивок с расчетом на луковицу, то стрелкование просто гарантированно. Поэтому такие луковицы идеально подходят только для выращивания на перо. Что же касается основных требований лука, то в принципе подзимняя посадка ничем не отличается от весенней. То есть сама почва должна быть нейтральная, достаточно рыхлая, а грядка хорошо освещена. При этом выбирая место для посадки, сажайте там, где весной снег сходит рано и быстро, а вода не застаивается, так как избыток влаги это самый опасный враг всех луковичных. А срок посадки должен быть рассчитан таким образом, чтобы до наступления морозов луковки укоренились, но при этом, чтобы перо не проросло. К примеру, у меня в средней полосе России оптимальный срок высадки это примерно середина или же вторая половина октября. А сама технология посадки достаточно проста. Для этого я плоскорезом размечаю на грядке поперечные борозды глубиной сантиметра по 4 и расстояние между ними сантиметров 15. И очень плотно друг возле друга раскладываю в них лучок, корнями немного утыкая их в почву. Имейте ввиду, что при более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы. Ну а после того, как я разложила весь лучок, я засыпаю их сверху слоем почвы не менее трех сантиметров и разравниваю грядки. Кстати, многие огородники совмещают посадки на перо и на луковицы в единую посадку, также высаживая луковки плотно друг к другу. А уже весной, примерно в мае, просто выдирают лук с пером через растение и тем самым разрежая посадки. При этом остальной лук оставляют расти дальше на луковицу, уже при нормальной площади питания. И в завершение, чтобы зимой выпавший снег не сдувало с грядки ветром, то для снегозадержания посадки нужно укрыть и тем самым предотвратив их вымерзание. Укрыть можно, как вариант, еловым лапником, ведь его ветки сами по себе не только являются хорошим утеплителем, но и очень хорошо задерживают снег. Или же можно использовать абсолютно все, что есть под рукой на огороде. Это может быть солома, сухие стебли растений, цветов, к примеру, тех же бархатцев. Они наверняка есть у каждого дачника. Либо сухой листвой или же сухими ветками. Я накрою сухими стеблями астр и при этом напомню, что поливать подзимние посевы не нужно. Им по весне будет вполне достаточно таяние снега. А вот чрезмерно увлажненные осенью луковицы могут разбухнуть и погибнуть в холод. Подзимняя посадка лука на перо имеет ряд преимуществ по сравнению с весенней. Во-первых, перо получается раньше, на пару недель как минимум. И при этом оно более высокого качества, то есть более длинное, упругое и более насыщенного темно-зеленого цвета. А во-вторых, сама по себе работа по посадке переносится с весны на осень, то есть на менее напряженный период. Да и хранить посадочный материал до весны нет необходимости. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал!